Можно ли быть добрым и порядочным человеком, будучи неверующим? Да, можно. Но, если ты являешься добрым и порядочным человеком, и ты при этом неверующий, то ты за это не получишь никакого вознаграждения. Министерство по делам Тумсо. Скоро, наверное, будет такое министерство у них по делам Тумсо. Кстати говоря, этот министр по делам молодежи, который сейчас, как его там, Айса Ибрагимов, я познакомился с ним случайно в Грозном на одной из моек, когда он еще вообще не был министром. Я тогда приехал помыть свой мотоцикл. Это была мойка, которая находится на улице Калашникова. Когда со старых промыслов поворачиваешь на Калашникова, проезжаешь метров 50, и с правой стороны 4, по-моему, бокса было. Вот там, значит, я мыл мотоцикл, и он подъехал, я помню, какая-то машина, Камри какая-то была, Камри была на Кара, на Мирах. Он подъехал, поставил Камри, вышел из машины и подошел ко мне. Ну, типа, как обычно подходит с вопросами, там, мотоцикл, сколько он там разгоняется, а сколько стоит, а ты сколько там разгонял. Это, в общем, стандартными вопросами. И вот я помню, он тогда подошел ко мне с этими вопросами, там, с выбритым лицом, они тогда бороды, тогда они носили, борода тогда была каким-то чем-то, чуть ли я не знаю, как будто бы ты с этой, с установкой град идешь по городу, то есть настолько она воспринималась. И вот он ко мне подошел, а он тогда безбородый, и задает там вопрос, ему непонятно, он не может понять, кто я. Я с бородой, в экипировке полностью там, своей мотоциклетной. Он не может понять, кто я, пытается пробить там, а что, а где ты работаешь? Я ему там отвечаю в электросвязи, и он не может понять, как электросвязь, там, мотоцикл, борода, почему, у него вопросы. И тогда он сказал, что он работает, по-моему, в администрации главы и правительства, а там, в администрации главы и правительства тогда был лорд. Это, по-моему, 14-й год. Тогда был лорд, я помню. И он тогда мне сказал, что он работает там, с этим лордом. А его отец, он сказал, работает, работал тогда, по-моему, в общем, Чечен-регион-газ, что ли, или Чечен-газпром, в общем, газовая какая-то компания. Там работал его отец. И эту машину отца он приехал помыть. Это он там мне это все рассказал, типа, приехал помыть отца машину. Такое было знакомство. Я не знаю, сейчас он помнит меня или нет. Кстати говоря, тем временем у нас уже 8 тысяч зрителей. Ма-шалла. Приветствую всех новых. Не забывайте продвигать эфир в топ, ставить лайк. И пока нас здесь много, напоминаю вам про мой телеграм-канал. Здесь ссылка есть в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Также ссылка есть в описании на мой основной канал в ютубе. Тоже подписывайтесь на него, если кто не подписан. Хотя вы, наверное, все на него уже подписаны. Но телеграм, не забывайте. Телеграм это очень важная платформа, где я постоянно что-то публикую. И, в общем, это то место, где мы можем быть с вами на связи. 24 на 7. Как сказал Кадыров. Не думайте, что это просто цифры. У нас в Кавказе думают, что это просто цифры. Это не просто цифры. Это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Так, на всякий случай. Переформулирую. Надо быть праведным, боясь кары или из-за страха наказания. Если сердце велит быть праведным, разве этого недостаточно? Или нужно преклоняться еще? Прости, если задел твои чувства. Опять-таки, здесь вопрос мотивации. Можно ли быть праведным, будучи неверующим? Давай заменим слово «праведный». Что-то не нравится, но мне в этом контексте. Давай лучше так скажем. Можно ли быть добрым и порядочным человеком, будучи неверующим? Да, можно. Но, если ты являешься добрым и порядочным человеком, и ты при этом неверующий, то ты за это не получишь никакого вознаграждения в мире вечном. В этом мире тебя Всевышний отблагодарит, иншалла. Но у тебя нет никакой надежды на мир вечный. То есть, ты же можешь сомневаться, точнее, ты, наверное, сомневаешься в существовании Господа там, но ты ведь не сомневаешься в том, что ты умрешь. Ты это знаешь сто процентов. Потому что нет еще ни одного человека, кто бы жил вечно. И ты сто процентов знаешь, что ты умрешь. И вот этот день, когда ты умрешь, вот в этот день, все, твоя жизнь закончилась, книга твоя закрыта, все, что ты был, и то, что ты был праведным человеком в этой жизни, это закончилось в этот момент. И вот тут вопрос, а в чем тогда был смысл-то вообще быть праведным или быть преступником? Если за эти преступления тебя никто не накажет, и если за твою праведность тебя никто не отблагодарит, то для чего это было тогда вообще? Зачем? Смысл какой был в этом? Вот в чем вопрос. А так, быть добрым и быть порядочным человеком, будучи неверующим, конечно, много есть примеров. Есть огромное количество примеров людей. У меня есть сосед, мой сосед, который является атеистом. Взрослый мужчина, очень добрый человек. Очень добрый, такой отзывчивый, всячески там, если у меня что-то там по дому, у меня проблема, я просто у него там спрошу, у него какой-нибудь инструмент, допустим, мне нужен. Он не просто мне инструмент дает, он со всем своим инструментом приходит, и вместо меня это все, что мне там нужно сделать, вместо меня делает и уходит. Постоянно там какие-то подарки, деда, ну добрый человек, порядочный, хороший человек. Сам говорит, что он атеист, он неверующий. Вот в тот день просто, когда он умрет, как бы, эта книга закроется, и никакой благодарности за это, как бы, он не получит. Вот в чем дело. Теперь ты меня понял. Мне не нужны награды после жизни. Смысл в том, что это мой выбор. Я хотел бы, чтобы все были бы добрыми по велению сердца, а не из-за награды после жизни. Награда, жизнь и есть. Ну, тебе ничего навязывать не будем. Я просто тебе объяснял, как бы, что ты теряешь. Если жизнь и есть, как ты говоришь, награда, то, ну, просто прожив ее, ты должен понимать, что в какой-то день она закончится, и ты должен думать, а что дальше? Для чего она тогда была-то вообще? Для чего это? То есть человек идет, например, учиться в институт для чего? Чтобы набраться знаний, которые он потом воплотит в жизнь уже на работе, то есть поступит на работу. Он оканчивает институт, чтобы потом пойти на работу. А человек живет, эту жизнь не умирает, для чего? Вот вопрос.